28 лет назад по мосту дружбы советские войска покинули Афганистан. Официально. Однако на его территории остались военнопленные и пограничники, прикрывавшие вывод советской армии. 28 лет спустя в Одинцовском краеведческом музее вспоминают о событиях той страшной и странной войны. Человек, видевший смерти, шедший по следам маджахедов, командир, не потерявший на войне ни одного бойца, художник-график Ренат Шафиков сегодня презентует свою персональную выставку в память об Афгане. В зале друзья, сослуживцы, коллеги по творческому объединению «Этюд». В экспозиции не только батальные сцены, но и простая, обычная жизнь на войне, такая, какой ее запомнил художник. Сейчас вот эта картина нарисована, посвящена Владимиру Зайцеву, который погиб в 97-м году в автокатастрофе. Он мечтал сделать свой сборник стихов, своими рисунками. Он умер. Мать, Надежда Антоновна, она воплотила эту мечту, сделала книгу, я рисовал. И первое, что вот здесь незаметно, вот эти стихи его. Александрийские столпы, их охраняют из окрестов. Работа Рената Шафикова стали иллюстрациями ко многим военным книгам. Кавалер орденов мужества, ветеран спецназа, сегодня в привычном для себя амплуа. Не героя, а экскурсовода, увлеченно рассказывающего о войне, унесшей жизнь самого близкого для него человека. Здесь я посвятил своей жене рисунок. Жена у меня в 95-м году погибла. И здесь обозначены до 95-го года, до смерти ее, где я участвовал в боевых действиях. Везде Ил-76. Это Баку, 1989-1990 год. Баку, Руставе, Белисе, Вазиане, Роздан, Ереван, 90-й год. Лош, Узген, Фергана, Баку, вот этот район я был, Душанбе, вот. А это Таджиски, это Вильдара, Памир, Таджикистан. И мы еще в Афган ходили, выполнили задачи. В 93-м году я ходил в Афган. Это боевые действия до 95-го года. Я уже фактически был 6 лет на войне. В экспозиции, помимо картин, созданных обычной шариковой ручкой, элементы военного быта. Одежда солдат, зарисовки в тетрадях и письмо советского командира к террористу Хаттабу. В 87-м году главарь Маджахедов воевал против СССР. Ренат Шафиков стал участником событий по вызволению советских солдат из плена. В экспозиции выставки представлены предметы подлинные, вот, как, собственно говоря, быта армейского участников тех событий со стороны в то время советской армии, так и предметы быта со стороны Маджахедов. В частности, есть документ, который свидетельствует о тех трагических событиях, которые происходили в годы войны в Афганистане. Переписка между командиром советского подразделения и одним из печально известных лидеров и впоследствии печально известных лидеров террористов, так называемого Хаттаба. Мне приходилось беседовать с Хаттабом. Хаттаб такой был, который в Чечне, вы знаете, Хаттаб, который там воевал, был уничтожен в Чечне. А тогда, в 93-м году, я с ним вел переписку, вот он перед вами листочек, на той стороне Хаттаб, его кличка Черного Лука, он был замом Мирзот Джаги. Мирзот Джага стал министром МЧС Таджикистана, а Хаттаб ушел на войну в Чечню. И все-таки Ренат Шафиков не только баталист. Война, не заживающая рана в сердце художника. Однако в планах создания цикла работ о природе Одинцовского района и, в частности, о птицах, его душа по-прежнему рвется в небо. Возможно, поэтому в картинах так много пространства для раздумий. Герои его работ уходят вдаль или просто взирают на мир с высоты птичьего полета. Подобно самому Ренату, покорившему вершину Теричмир с группой альпинистов «Восточный Гендукуш». Выставка трудными дорогами Афганистана продлится до 26 февраля. Мария Подъепольская, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».